Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем Твоим, моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Ну, Псалом 9, это Псалом достаточно длинный. Я прочитал только несколько стихов, которых по-особенному мне дают впечатление большое, меня побуждают порассуждать о моем отношении к Богу, о моей молитве. Господи, всем сердцем моим буду славить Тебя. Ведь это вот время тревог, время таких огромных печалей и кажущейся безнадежности, когда мы к Богу взываем только лишь «дай, дай, дай, защити, защити, пошли то другое, буду славить Тебя всем сердцем моим, буду возвещать все чудеса Твои». Вот это состояние сердца, которое способность через этот мрак и через это угнетение, и через это отчаяние видеть эту благодать, грядущие зари, грядущие свободы, царствующие свободы. Вот это вот отличает верующего человека, который видит вечность, даже находясь на кладбище, видит свободу, даже находясь в тюрьме, видит избавление перед лицом, кажущейся неминуемой уже погибели. «Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». Вообще вот это состояние радости, о котором потом Христос говорит «радуйтесь», и еще говорю «радуйтесь», радость ваша будет совершенна, и радости ваши никто не отнимет от вас. И вот это состояние радости произносить, даже вопреки обстоятельствам реальным, будем радоваться. И потом, в заключение этого псалма, «Господи, Ты слышишь желание смиренных? Укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает боли человек на земле». Слышишь? И сирота, и угнетенный, и отверженные, и униженные в сердце такого человека сразу. У него, понимаете, он к Богу повернулся, вот в этой благодати Божией исповедовал его святое имя, и в него развернулось сознание. Он видит угнетенного и проявляет к нему жалость. Он видит отверженного и спешит к нему на помощь, на поддержку, на исцеление. Вот какая метаморфоза совершается, когда мы в правильном отношении с Богом, когда мы видим его благодать, и видим не только свое, эгоистическое желание, а сразу замечаем как бы глазами Бога то, что рядом с нами – страждущие, плачущие, униженные. И это наша миссия – проявить к ним любовь и милость. Она рождается из наших правильных отношений с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok